Здравствуйте, дорогие мои друзья, соратники, а также случайные зрители! Перед тем, как приступить к нашему расследованию, я хотел бы поблагодарить за неоценимую помощь в развитии и продвижении моего канала Миши Вольнодумца, Галанину Ольгу, Романа Кухтенко, ну и, конечно же, моего друга и соратника Николая Субботина. Также я хочу поблагодарить всех своих зрителей и подписчиков, ну и, конечно же, троллей. Для вас, господа, я хочу сделать отдельное заявление. Дорогие товарищи, если вам не нравится наше политбюро, то вы можете идти на говно. На говно со временем. И дайте я вас посылую. Ну а мы, однако, вернемся к нашему расследованию. И поможет нам в этом документальная статья товарища майора, ссылка на которую будет в описании. Там же будут находиться ссылки на каналы моих друзей. Ну что, господа, давайте, наконец, разберемся с этим проектом, который называется Днепр. А начнем мы, пожалуй, с географии и саамской мифологии. На Кольском полуострове между Умбозером и Лавозером лежит участок горного массива Хибины. В центре его находится священное для саамов озеро Сейд-Явр. Да-да, вы не ослышались. Именно Сейд-Явр, а не Сейд-Явр. Для тех, кто не знает языка Саами, поясню. Сейд в переводе с саамского обозначает погост, поселение, поселок, деревня. И это слово не имеет ничего общего с другим словом Сейд, то есть священный. Почему и главное, когда Сейд-Озеро превратилось в Сейд-Озеро, я расскажу вам в одном из своих выпусков. Кстати, в данной статье товарищ майор, видимо, нарочно не вносит данное уточнение, дабы не расстраивать эзотериков. Ну и раз уж я заговорил о сложностях перевода, то воспользуюсь, пожалуй, подходящим моментом и загадаю вам одну загадку. Я надеюсь, что все здесь знают, кто такой Илья Муромец. Ну так вот, у Ильи Муромца был наставник, великан по имени Светогор. Ну и вы, наверное, помните, что у него были определенные проблемы с логистикой. Мать-сыра-земля его не держала, он в нее постоянно проваливался и передвигаться мог только по горам. А какие горы имеют плоские вершины? Правильно, хибины. Ну а теперь загадка. Что получится, если слово «хибины» перевести с саамского на русский? Догадались? Тогда пишите ваши варианты перевода в комментариях. Однако вернемся к нашей теме. На берегах этого озера некогда располагалось древнее святилище. Саамы верили, что данное место обладает энергетикой и является домом богов. В качестве доказательства они показывают огромное изображение великана на скале и рассказывают легенду о том, что в давние времена великан Куйва напал на племя саамов, которые обратились за помощью к богам, живущим в хибинах. Однако интересная получается картина. Для кого-то святогор, а для саамов – Куйва. Хотя, возможно, это совпадение, и речь идет о разных великанах. Боги пришли в такую ярость, что тут же испепелили захватчика молниями. Согласно легенде, на скале Ангундасчор, самой высокой точке тундры, остался отпечаток тела этого великана высотой около 72 метров. Многочисленные коррозии и выветривание каменной породы, как ни странно, не сказались на нем. И этот отпечаток, поросший черным мхом, прекрасно различим и сейчас. По преданиям, в святилище хранились древние сокровища и артефакты – священные камни, которые позволяли шаманам управлять неким скрытным источником энергии, который мог воздействовать на человеческий организм и психику, вызывая, например, измененное состояние сознания, меряченье, или же летальный исход. Ну а потом воины норвежского конунга Хакона Старого сожгли святилище. Однако местные шаманы успели вынести оттуда все сокровища и спрятать их в пещерах, которые были известны только им. То, что эта легенда имеет под собой некоторое фактическое и прикладное подтверждение, стало известно в научном мире в начале 30-х годов. Изучив ряд этнографических исследований и документов, известный психофизик Александр Васильевич Барченко выступил с научным докладом. И вскоре, по представлению академика Бехтерева, Александр Барченко был избран членом ученой конференции на Мурмане, а затем командирован на Кольский полуостров для исследования таинственного заболевания меряченье, которое как раз и проявляло себя в районе Лавозера. Я не буду в этом выпуске углубляться в исследовании Барченко. Об этом вы можете сами прочитать в статье товарища майора, тем более, что доподлинно неизвестно, что же он там на самом деле исследовал, так как отчет об экспедиции Барченко никогда нигде не публиковался. Все документы по этой экспедиции до сих пор засекречены, ну а сам Барченко, как вы знаете, в 37-м году расстрелян. А упомянул я про Барченко только потому, что товарищ майор считает, что данные, которые получил Барченко во время той самой экспедиции, имеют непосредственное отношение к проекту Днепр. Ну и, безусловно, этими краями интересовалась Анненербе. Осенью 1955 года след этой организации был обнаружен Юрием Романовым, руководителем геологической партии. Ему удалось найти заваленный тоннель, идущий вглубь горы. Он был явно искусственного происхождения, с ровными стенами и почти трехметровым полукруглым сводом. Геологи прошли по нему около 100 метров, но дальше идти не рискнули. Однако выяснилось, что кто-то уже побывал в этом тоннеле. На полу валялся окурок немецкой папиросы, а днем раньше в небольшой естественной пещере с заваленным входом геологи обнаружили тайник. Там оказались научные приборы, в том числе и цейсовский теодолит, и даже секстант. Там же был найден и хронометр, и все немецкого производства. Год выпуска приборов – 1935-39. К величайшему изумлению геологов в тайнике оказался целый тюк одежды на 10 человек, ватники, полушубки, болотные сапоги, а также целый набор геологических молотков и альпинистское снаряжение. Ну а в конце 50-х годов прошлого века в Хибины стали наведываться группы туристов и альпинистов. Альпинисты мечтали взойти на пик Ангмундасчор, но покорить его никому не удалось. А одно из восхождений закончилось гибелью двух опытнейших скалолазов. Удивляет странное поведение их товарищей. Они внезапно бежали из долины, даже не захватив с собой трупы погибших и снаряжения. Впоследствии они так и не смогли внятно объяснить свой поступок. Говорили о том, что в расщелине скалы мельтнул силуэт какого-то существа, и сразу же после этого их вдруг охватил какой-то ужас. И что мысль была одна – бежать. Летом 1965 года в долине бесследно исчезла туристическая группа из четырех человек. Их искали до самых заморозков. А вначале удалось обнаружить стоянку, где валялась палатка, рюкзаки и восемь пар разорванных кет. Затем поисковики наткнулись на обглоданные зверьем останки тел. Причину смерти так и не выяснили. Несколько лет спустя в долине нашли трупы 11 туристов. По официальной версии все они отравились грибами. Ага, грибами значит, да? Ложными подосиновиками. Для несведающих поясню. Ну, для того, чтобы на Кольском полуострове найти ядовитые грибы, это надо очень сильно постараться. После всех этих событий, альпинистско-туристические маршруты по Лавозерской тундре были закрыты. Но разве это кого-то остановит? Подобные загадочные события и исчезновения продолжались вплоть до 1972 года. До тех пор, пока в Хибинах не прозвучали первые «мирные» подземные ядерные взрывы. Рассмотрим официальную версию. В СССР мирные ядерные взрывы проводились в период с 1965 по 1988 год. Осуществлением программы занимались специалисты двух секретных ядерных центров – Арзамас-16 и Челябинск-70. Не менее 16 краев и областей России хранят в своих недрах следы могучих атомных ударов. Надо сразу отметить, что все произведенные взрывы имели четкое и понятное практическое применение. Это создание каналов, водоемов и так далее. И только взрывы в Хибинах имеют странное предназначение. Их использовали якобы для добычи полезных ископаемых. Первый ядерный взрыв в Хибинах был проведен в сентябре 1972 года в недрах горы Коэльпор. Он получил кодовое название «Днепр-1». По официальной версии, целью этого эксперимента являлось дробление апатитовой руды с помощью энергии ядерного взрыва. Заряд размещался на границе рудного тела и пустой породы, что должно было привести к самозахоронению источника радиации под толщей горной породы. И позволить тем самым горнякам работать без угрозы для жизни. Вот без комментариев, господа. Без комментариев. Я понимаю, что это дичь, но я вынужден это читать. Если кто-то еще не понял, это официальное обоснование данных взрывов. В августе 1984 года в недрах все той же горы был проведен второй ядерный взрыв. Уже с помощью двух ядерных зарядов. Он получил кодовое название «Днепр-2». Через два года и восемь месяцев была вскрыта одна из полостей взрыва. В общем, всего здесь было отбито полтора миллиона тонн апатитовой руды, из которой 369 тысяч тонн, получивших облучение, были вывезены из-под земли в специальное хранилище. По результатам были сданы отчеты и даже дана оценка высокой эффективности такого вида добычи ископаемых. Сейчас в этом месте опытный рудник давно закрыт. Общественность удивляла то, как можно будет добывать руду на таком руднике, где наверняка уровень радиации будет превышен в несколько раз. Простите. Все. Я собрался. Читаем дальше. В общем, вы как хотите, но дальше я читать этот официальный бред без смеха просто не могу, так как в результате вся добытая руда, как в том самом анекдоте, про дохлую ворону и латыша не пригодилась. Так что же тогда было настоящей целью взрывов? Ведь действительно, проводить эксперимент якобы для добычи руды и не построить дороги для ее вывоза как-то нелогично. В одном из отчетов прям так и было написано, что руда была принята на учет, но не была доставлена на обогатительную фабрику ввиду отсутствия дорог. И вообще, насколько оправдана с точки зрения риска и заражения окружающей среды вот такая вот странная добыча руды? А ведь мы с вами не знаем, сколько обыкновенных работяг-шахтеров стали жертвами этого адского эксперимента. В 1992 году проект Днепр был законсервирован. Однако, до настоящего времени на его территории эпизодически проводится радиационный контроль, поскольку из рудника продолжает вытекать вода, содержащая радиоактивные вещества. Кроме этого, согласно отчетов, район Лавозерского массива до 90-х годов прошлого века в сейсмическом отношении вообще выглядел мертвой зоной. И с февраля 1956 года там не регистрировалось ни одного сейсмического события. И вдруг, к началу 90-х годов прошлого века, сейсмичность Лавозерского массива резко изменилась. На двух рудниках, добывающих редкоземельные металлы Корносурд, действующего с 1951 года, и Умбозера, запущенного в эксплуатацию в 1984 году, стали ежегодно и более десятка раз в год происходить землетрясения. Вот такой вот странный результат мы имеем на сегодняшний день. Ну а теперь я хотел бы поделиться с вами своими мыслями и выводами. Но для начала я хочу обратиться к своим друзьям и соратникам, особенно к непосредственным участникам наших экспедиций. И я сейчас говорю не о нашем походе на аномалию, когда нас буквально атаковал туман. Я имею в виду нашу прошлогоднюю экспедицию, когда мы оказались около Малого Карика. Помните, какой мы вывод сделали, абсолютно не сговариваясь? Что это место абсолютно мертвое, и его как будто бы специально убили. И как мы для сравнения поехали на перекресток. Вспомнили, да? Ну а теперь для вас и для неискушенного зрителя я зачитаю один любопытный документ. Это заключение, сделанное одним из сотрудников научного отдела пограничных войск Махова А.В. Цитата. «Была какая-то значимая государственного масштаба проблема, скорее всего опасность. И эта опасность скрывалась практически во всей подземной части Лавозерских тундр. Подобраться напрямую к ее источнику было невозможно. Человека обуревал животный страх, да и стоило это дорого. И могло занять приличное время. Также нельзя было сбрасывать со счетов и возможное противодействие. Быстро и дешево устранить проблему можно было только с помощью направленного продольно-волнового ядерного взрыва. И соответствующее государственное решение после скурпулезнейших обсуждений и расчетов было принято. И не только принято, но и с блеском выполнено». Конец цитаты. Ну то есть вы понимаете, да? Что не одним и в поле кувыркались, что не только Саамы, Барченко, Гансы, но и советское государство были в курсе. Хочу отметить, что после проведения ядерных взрывов в 1984 году, Днепр-2, череда загадочных смертей и исчезновений в этом районе практически закончилась. И сейчас эти места очень популярны у туристов. Также исчезла и психическая болезнь – меряченье, официально зафиксированное учеными в этом районе ранее. Хорошо это или плохо – решать вам. Я же считаю, что это место просто убили. Или покалечили так, что восстановится оно не скоро. Ну и перед тем, как закончить этот выпуск, предлагаю вам все-таки почитать статью товарища майора, ссылка на которую будет в описании, так как в этой статье он затрагивает еще и Чевруайскую трагедию. Я специально не включил это происшествие в данный фильм, потому что в этом выпуске мы разбираем причину, а не следствие. Но вполне возможно, когда-нибудь я все-таки сделаю отдельный фильм, и мы подробно рассмотрим все моменты и нюансы буквально под микроскопом. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.